Да-да, ребята, с вами Амин Альмарди, салам алейкум, рубрика «Осторожно, мошенники». Вы думаете, Амин больше не вернётся? Нет. Я приехал из далёкой жаркой Кабардинки, и начинаем мы с вами сливать очередные скам, очередные лохотроны в рубрике «Осторожно, мошенники». Да-да, канал Александра Шпага представляет. Redox.red Сегодня мы с вами сливаем Redox, вот эту вот кухню, которая разводит людей. А разводка заключается у нас в следующем. Слушайте внимательно, смотрите до конца. Во-первых, то, что здесь у нас система расчёта в биткоинах. Конечно, уже биткоины себе зарекомендовали, но не в этом-то всё дело, ребята. Тут я начал копать отзывы независимых экспертов, люди, которые писали свободное мнение, почему туда лезть не стоит. Как я уже говорил, криптовалюта себя зарекомендовала в определённых кругах. То, что они с дизайном не прогадали. Ну да ладно, самое интересное, что у нас получается. А то, что если вы получите прибыль только после того, как приведёте в этот проект определённое количество человек, которые так же, как и вы, сделают вклад. И, разумеется, шанс, что кто-то из ваших инвесторов получит прибыль крайне мало. Кто-то получит, а часть будет не в нулях, а в минусах. То есть, понимаете, да, чтобы в этом вот лохотронском редоксе что-то либо снять, что-то либо получить, вам нужно тащить туда людей. Всеми доступными и недоступными способами. То есть, по сути, редокс это такая вот вещь, которая отмывает таким образом деньги, только под прикрытием какого-то либо финансового проекта. А именно для того, чтобы людей туда завлекали, завлекали, завлекали. Пирамидка работает, работает и в один прекрасный момент просто рушится. В общем, по первому отзыву я понял, что редокс это матрица, именно которая может что-то вам дать целенаправленно. Если вы кинете человека, который вам доверяет, вот и все. То есть, вы, по сути, будете кидать своих людей на деньги, своих знакомых, которые будут вкладывать туда. Вы с этого будете какую-то копеечку получать. Но это, на мой взгляд, разводняк. И причем отмывание денег построено так, чтобы вы кого приведете туда, вот в эту вот лоховозку, чтобы того человека переориентировать на те же мысли, чтобы тот человек стал разводить на деньги других людей. И тем самым вот эта пирамидка будет жить. А вам всего лишь какие-то проценты отстегивает. Понимаете, как все работает? То есть, создается такой сайтик. Накидываются туда деньги, в этот дизайн, во все. Пишется какая-нибудь там цель, да, как религия, знаете, такая финансовая религия. Хочешь стать независимым, пиздой к нам. И вот, значит, как они это все написали. Все, надо звать людей. Конечно, созывают самых таких людей, которые прямо в этих делах вращаются. Выбят бабки, разводят людей на деньги. Первые лидеры туда начинают как бы идти. Тянуть за собой цепочку других людей. То есть, по сути говоря, здесь не наебешь, не проживешь. Вот такой принцип работы. Вот в чем фишка-то. Я вам до этого пытаюсь донести. А хотите знать, что по правилам и соглашениях, как они все сделали? Короче, значит, в случае нарушения участникам хотя бы одного пункта, проект не несет ответственности и снимает все обязательства. То есть, если в чем-то они вас заподозрят, а вы можете вообще ничего не совершать, вам помажут ручкой. До свидания. Могут сфальсифицировать нарушение, если вы открыли на хорошую сумму там себе счет. Либо же, можно сказать, туда по-крупному вложились. Такое тоже может быть, в принципе, чтобы отмыть ваши деньги потом. Ребята, это же смешно. По сути, вы передаете свои деньги под управление туда. И к тому же еще будете обманывать других людей. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять, удалять пункты без уведомления пользователя. То есть, администрация пишет самозаконы, которые может не исполнять. То есть, вы, по сути, раб. Что вам скажут, то и делают. Напишут законы, что будете без трусов ходить. И будете ходить без трусов. Иначе вас выкинут из этого всего и заберут ваши деньги. Ребята, это ни хрена не шутки. Также пишут, что безвозмездные подарки между участниками. Это обычная пирамида. Все правильно. То же самое пишут, что они несут ответственность в случае возможных поте. Из-за его ошибок или маркетных план. То есть, смотрите. Вы, по сути говоря, у них кукла на ниточках. Вы вот, если вы туда вкинулись, вы кукла. Вам говорят, как, да, чтобы вы шарниры свои дрыгали вашими шарнирами, когда будут дергать за ниточки. Вы должны в такт танцевать. А иначе вы, конечно же, все потеряете. То есть, по сути веры, вами манипулируют. Вас туда завели. Вы туда вкинули свои деньги. Вам говорят, идите, разводите дальше людей. И тогда вы что-то с этого получите. Если вы не будете следовать так, как мы вам говорим, чтобы вы наебывали людей, разводили их на деньги, чтобы в эту пирамиду туда люди, бабки, несли. То, конечно, вы ничего не получите. Вы все потеряете. Вам это же и будут говорить. Ребята, это смешно. А пункт 3 и 4 у них вообще отказывается от своих обязательств. Приостановить свою операционную деятельность, выполняя обязательств перед участником. На деятельность проекта влияют такие факторы землетрясения, мировые экономические кризисы, техногенные катастрофы, блядь, эпидемии, революции. Пиздец, нахуй. Детский сад, твою же мать. То есть, вот это, блядь, смешно читать даже. Я вообще охуеваю просто. Какие, блядь, техногенные катастрофы. То есть, они, по сути говоря, что хотят сделать. Блядь, этот ебучий редокс, блядь, вот этот, хочет не то, что вас наебать, он еще хочет над вами поглубиться немножко. На то, что вы повелись туда. И таким образом он пишет, что какие-то, блядь, эпидемии, революции. То есть, по сути говоря, если что-то им не понравится, они просто закроются, напишут, что там, блядь, эпидемия долбоебизма. Мы закрываемся, выплаты вы не получите. Пошлите вы в пизду и нахуй все. Мудаки, блядь, лохотронщики, ебаные, блядь. Ну, короче, вас назовут лохом и выставят за дверь. И вы своего бабла не получите. Они сменят вывеску, сменят название и начнут разводить людей уже под другой вывеской. Ребята, неужели это так непонятно? То есть, они, как только деньги-то соберут в большом количестве, они под такой вывеской землетрясения или какой-нибудь еще поеботиной закроются. Это так смешно, это так и происходит. Точно так же маркетинг-план они. По пункту 3 и 5 у них в правилах написано, что они, не спросив вас, могут поделиться вашими личными данными, во-первых. Также изменить маркетинг-план. То есть, ваши личные данные перепродадут каким-нибудь спамером, другим лохотронщикам, их коллегам по цеху, которые тоже наебывают людей в пиздобу опрокарных заводах, блядь. И все. И напоследок, самая глумящаяся хуйня под названием 4 и 6 пункт правил. На сайте Redox.re пользователь подтверждает, что он находится в здравом уме и трезвой памяти отдает отчет своим действиям. То есть, вам говорят, мы вас наебем, но наебем вас так, что вы в здравом уме отдадите нам свои деньги. Вот настолько все. И они даже, блядь, вот эту вот ихнюю конспирацию, мне кажется, даже школьник разоблачить может, по сути, если покопается, посидит. Мне кажется, это просто сделано на законченный дебилизм, который не будет читать правила, сразу понесет свои бабки и поведется на их хирурочки какие-то там, блядь, липовые, сука, лицензии. Кстати, покажите мне, есть у вас какие-нибудь лицензии липовые? Быстрее, блядь. Никаких тут какой-то сертификат вот какой-то есть нарисованный. Сейчас почитаем ради интереса, чего они нам тут нарисовали. То есть, вот он, какой-то их нелиповый, сука, сертификат, блядь, какой-то намбер 999-6348. И вы думаете, мы этому поверим, ребят? Ну, блядь, не смешите мои подковы, не смешите мои штаны. Этот сертификат все либо вы просто напечатали от балды, либо действительно где-то проплатили и что-то купили, хотя мне кажется, вряд ли. Если уж вы такой свод правил написали, от которого, блядь, уши вянут, на это даже ребенок не поведется. И причем отмывание денег от вас происходит таким образом, то, что действительно это выглядит смешно. Вас просто-напросто, ваш редокс опустили, просто топтали его в говно, блядь. Я вам так скажу. Никакой здравый человек на эту пирамиду не поведется. И вам, дорогие зрители и подписчики, я крайне не рекомендую туда лезть, потому что, чтобы вы тут что-то получили, вам нужно будет разводить на деньги людей. И тогда, может быть, если вы будете молиться на их, блядь, иконостасы, и на их свод правил, которые они могут в любой момент изменять, и причем свод правил дебильный, то есть я не знаю, кто его будет соблюдать, тогда, может быть, что-то вам хозяин и кинет, как собаки. Но я желаю вам процветания, хорошего настроения. Теперь видео будут выходить регулярно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и поскидывайте это своим друзьям, ребята. Пусть они поржут и реально поймут, что не стоит все-таки тратить свое время на прочие вот эти редоксы и всякую такую хуйню. Желаю вам процветания и до новых встреч!